Готовы платить родителей за то, чтобы их дети уже после первого класса свободно складывали дроби, оперировали тысячами и знали таблицу умножения. Ради таких результатов два десятка тюменских семей отказались в этом году вести своих детей в общую образовательную школу, отдали предпочтение обучению по методике Жохова. Для Тюмени подобный опыт впервые. Обычные школы пока осторожничают. В образовательных инициативах разбиралась Юлия Сауляк. Два, понимаем, один, получается три. Всего третий день учебы, а первоклассники уже считают в пределах десятка. Я научилась писать цифры. И я научилась все делать. Малышей обучают по методике Жохова. Подход необычный. Во время урока можно ходить по классу или вообще заняться чем-то другим. Здесь дети привыкают к очень высокому темпу работы. Да, к очень быстрому темпу работы, потому что им ничего не мешает. Мы просто эксплуатируем естественные потребности ребёнка. То есть, естественная потребность ребёнка двигаться. Естественная потребность ребёнка извлекать информацию. То есть, обучаться. Ради такой свободы два десятка семей в этом году не повели своих детей в обычную школу. Чтобы им было интересно, чтобы этот горящий глаз остался. А тогда потом они уже любые навыки, любые знания в жизни смогут сами найти и получить. Детей меньше в классе – это раз. Во-вторых, сама система именно предполагает развитие ребёнка на получение информации извне самому. Может быть, кто-то из директоров бы взял бы на базе школы именно такой класс организовал. Но в тюменских школах пока осторожничают. Инициатива хоть и возможна, но трудоёмко. В 92-м в первой гимназии тоже вводили известную ныне систему Занкова. Тогда на внедрение новой программы понадобилось почти 7 лет. Постоянное анкетирование детей и родителей. У нас тогда работали медики. Мы смотрели, как дети устают, как дети справляются с этим. Школу мы всегда должны помнить. Это явление массовое. Мы учим разных детей с разной мотивацией, с разной психикой, с разной настроенностью, способностями, темпом и так далее. Однако 90 школ России на систему Жохова всё-таки перешли в тюмени подобный опыт пока только в рамках семейного воспитания. Обязательно с учётом мнения ребёнка. Таких случаев немного, но бывает, когда всё-таки ребёнок не хочет уходить из школы. Уведомив нас, они далее получают все разъяснения. То есть мы не уходим с этого пути, потому что иногда родители просто не понимают, что такое и что за этим следует. Через полгода юные жоховцы будут сдавать проверочные экзамены. От того, как пройдёт аттестация, будет зависеть возможность дальнейшего обучения. Юлия Сауляк, Александр Изосимов, Тюменское время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова